Девушки отдыхают Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня понедельник, уже 28 мая. И в студии Ассоль Мухамедзянова и Рустем Каримулин. Мы стремительно приближаемся к лету. Уже в эту пятницу наступит оно. Такое долгожданное и многообещающее. Ну а пока сообщаем вам, что сегодня во всем мире отмечается День брюнеток. Кстати, он отмечается на три дня позже, чем День блондинок. Считается, что темноволосим женщинам присущи ум, элегантность, очарование и даже колдовской шарм. Так это или нет, спросить нужна неоса. Нет, о брюнетках со мной разговаривать не стоит. Лучше спросите у меня, что сегодня интересного будет в программе. И вот о чем мы поговорим. Причёски для выпускниц своими руками. Приятного аппетита! Готовим синабоны. На заметку. Ошибки в уходе за лицом летом. Программу «В день брюнеток» мы решили начать с советов для девочек-подростков и их мам. Как ухаживать за волосами в этом юном прекрасном возрасте? Во все времена здоровые и красивые волосы были предметом всеобщего внимания, восхищения и девичьей гордости. Если волосы ухожены и блестят, этого уже достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. В юном возрасте очень часто меняется тип кожи головы. И поэтому важно выбрать правильный уход за волосами и кожей головы. Не стоит экономить на средствах по уходу за волосами. Используйте шампуни, ополаскиватели и бальзамы для вашего типа волос. Самое главное вначале очень хорошо смочить кожу головы, чтобы она была вся мокрая. Для того, чтобы хорошо пенился шампунь. Вода должна быть тёплая, либо даже прохладная. Чем жирнее кожа головы, тем прохладнее должна быть вода. Наносим шампунь. Количество шампуня должно быть одно нажатие помпы. Либо ориентируемся размером с 5-рублевую монетку. Шампунь равномерно распределяем по ладоням. Мы моем не волосы, а мы моем кожу головы. Поэтому мы проникаем глубоко в кожу головы своими руками. И растираем массажными движениями. Наносим равномерно шампунь. После использования шампуня обязательно нужно наносить кондиционер. В кондиционер точно так же используется одно нажатие помпы, либо также 5-рублевая монета. Также распределяем равномерно в ладошках, чтобы у нас всё могло нанестись равномерно. И наносим только на длину, не втирая в кожу головы. Я рекомендую один раз в неделю использовать маски. Маска может быть лечебной и питательной. С помощью лечебных можно бороться с перхотью, жирностью, сухостью, ломкостью волос. Питательные маски питают кожу головы, обеспечивают здоровый и полноценный рост волос. И в завершение маленький совет. Можете сделать чуточку воду похолоднее и быстренько ополоснуть структуру волос прям холодной водой. Это закроет поры на коже головы. И выровнит нам структурку. Уход за волосами подростка требует особого внимания. При правильном подходе волосы будут здоровыми и красивыми. Доброе утро. Продолжим тему в нашей студии стилист-парикмахер Гульнара Гарипова. Скоро выпускные. Давайте узнаем у нее, как сделать прически для школьниц своими руками. Доброе утро, девушки. Скажите, пожалуйста, какие прически в тренде в этом сезоне? Какие-то сложные или что попроще? Здравствуйте, доброе утро. Сейчас в основном вообще делают прически, локоны. Выпускницы это всегда во все времена, так скажем. То есть это романтичный такой образ, да? Да, тем более это выпускной. Это всегда романтика, всегда воздушность. И на данной клиентке, простите, модели, мы будем делать как раз такие же локоны. Так, давайте приступим. Да, приступим. Мы сначала прорабатываем всю голову гофре, для того, чтобы нам придать объем. Далее мы просто накручиваем локоны в хаотичном порядке. Плойкой. Плойкой, да. Сейчас я вам покажу. Обрабатывать волосы ничем не нужно перед этим. Нежелательно. Или все-таки стоит какие-то термо... Нет, для того, чтобы ставить локон, если сложный, то мы обязательно обрабатываем его лаком. Так. Чуть-чуть. Как долго продержится такая прическа? Вот локоны, они все же могут на ветру растрепаться, нет? Все зависит от того, насколько сильно их закрутить. Как подготовить, я бы даже сказала. Мы сначала подготавливаем, мы обязательно обрабатываем волосы лаком. Если нужно, мы делаем по всей длине гофре и накручиваем локон. Какие-то сложные прически все же лучше, наверное, не делать, да? Какие-то там, я не знаю, бабеты так называемые. Нет, я вам также покажу еще одну прическу, которую мы будем собирать. В принципе, она будет смотреться как будто сложной, но ее делать совершенно элементарно и легко. Ой, замечательно. Я думаю, что обязательно сегодня мы все посмотрим, понаблюдаем, как это делать. И, возможно, наши телезрительницы справятся с такой прической сами. Я тоже поучусь. Так. Сколько по времени занимает вот эта прическа? По времени максимум 30-45 минут. То есть недолго? Нет. Но мне кажется, самостоятельно девушка, наверное, не смогла бы сделать такую прическу. Все же нужно обратиться к мастеру или к подруге, к маме. Ну, вообще, как бы локоны можно крутить самой. Это несложно. Не сложно, да. Как бы вы делите голову пробором на две и от лица начинаете крутить. Так, интересно. И не обязательно, чтобы прям локон был. Мы его будем в любом случае расправлять. Он будет у нас... А, он, то есть, не останется в таком виде? Нет, он у нас не будет. Такой он у нас будет воздушный. Так, хорошо. Воздушный и легкий. Локоны, они подходят как блондинкам, так и брюнеткам, да? Да. Несмотря на то, что мы сегодня говорим о брюнетках, конечно, но я как блондинка все же спрошу. Да. Ну, очень красиво. Действительно, очень романтичный образ получается. А стоят ли какие-нибудь аксессуары вот в прическу там вдевать или как правильно сказать? Ну, вообще, как бы это по желанию. Это всегда по желанию. Если вы хотите изюминку, как говорится, добавить, то да. Почему бы не... И все, наверное, еще от наряда зависит. Да. Если слишком яркие, мне кажется, не стоят. Достаточно именно ряда, да. Так. Но уже прическа принимает практически законченный вид. Очень красиво. Буквально чуть-чуть лапу. Я думаю, мы продолжим обязательно после рекламы. Не переключайтесь, впереди много интересного обещаем. Здравствуйте. Наша программа продолжается. И мы продолжаем показывать, как можно своими руками вот такое чудо сотворить, такую прическу для выпускного вечера. И стилист-прикмахер Гульнара Гарипова сейчас нам расскажет и покажет. Вот уже завершающие какие-то штрихи делаете, да, я так понимаю? Да. Сейчас мы как раз вот создаем эту воздушность. Мы берем локон и чуть-чуть ее выпускаем. Для того, чтобы у нас был он воздушный, легкий. И немножко поправляем. Да, ну настолько объем прибавился, удивительно. Да, он еще и объем. Но много лака, наверное, использовать все же не стоит, да, чтобы не утяжелять? Да, да, да. Буквально чуть-чуть, чтобы у нас эти локоны зафиксировались. А если лак с блестками, стоит? Ну, если только... Девушка сама желает, да? Не на выпускной, то есть, да? На какую-то вечернюю прическу подойдет, а на выпускной лучше не стоит. Да, и тем более сейчас более естественно любят, когда не зафиксировано, не театрально. Ну, это очень красиво, очень романтично. Я думаю, что мы сегодня еще одну прическу с вами покажем, да, чуть позже. Так что, дорогие телезрительницы, ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро с вами вместе научимся делать еще более сложную прическу. Ну, а сейчас мы продолжаем, и время говорить о здоровье. Межпозвоночная грыжа. Это заболевание на слуху у многих. А все потому, что страдают им почти 2% населения России. Что же представляет из себя эта болезнь? При физиологических нарушениях, дефиците хондроитина сульфата, глюкозамина сульфата, серы, магния, то есть, веществ из чего состоит фиброзное образование межпозвонковое, дегидратация происходит, то есть, иссушение этого эластичного образования, он как амортизатор, как резина, он начинает иссыхать и трескаться. Опять же, при неправильных движениях, при поднятии тяжести, при длительной сидении происходит изменение лордоза поясничного отдела позвоночника, то есть, позвоночный столб изгибается, распределение сил меняется, вследствие чего происходит разрыв фиброзного кольца, и студенистое ядро вываливается и вызывает болевой синдром. Симптомы грыжи спутать с чем-то другим сложно, более существенны, и обычно они только прогрессируют. Это не восстанавливается. И поэтому есть такое заблуждение, что мануальный терапевт, кинезиотерапевт с помощью каких-то манипуляций вправит это выпячивание в нормальное его положение. Это абсурд. Этого не получается. Мы можем убрать с помощью кинезиотерапии, с помощью упражнений, с помощью мануальной терапии мышечный дисбаланс, мышечный гипертонус, расслабить мышцы, дать физиологическое положение, нормально улучшить кровообращение, снять отек. Это да. Но сам фиброзный, разрушенный сегмент мы ни в коем случае никак не сможем. То есть человек, в смысле, будет страдать и пожизненно? Так и будет пожизненно страдать. Чтобы не допустить развития болезни или замедлить ее развитие, медицина использует препараты и физические упражнения. И тут главное не лениться и делать их регулярно. Хорошо зарекомендовали себя, например, вот эти. Приподнимаем корпус, головной конец корпуса к коленям. Приподнимаем, насколько можем. Поднимаемся, 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 удерживаемся. Равномерно. Нет, 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 равномерно. Насколько можем. С упором ладошками. Приподнимаемся. Удерживаемся 2-3 секунды. Опускаем. Дыхание произвольно не запирать. А держаться можно? Нет, просто упор. Упор. Вот просто насколько можете приподняться. Насколько можете приподняться. Раз, опускаем, поднять ногу вверх, удержать 2-3 секунды, опустить, поднять вверх, носочек тянем, опустить. Теперь можно тоже самое, вариант, ножку пригнуть и прижать к себе, коленки к бедру прижать, вот таким образом. Нет, нет, это прямая ножка, ножки прямые. Кроме того, важна диета. Поддержать позвоночник помогут бобовая, говядина, курица, сухофрукты и молочные продукты, богатые серой, кальцием и калием. Ну и, конечно, не стоит сильно нагружать спину. Хоть движение – это жизнь, но двигаться нужно столько, сколько позволяет состояние вашего организма. Мы желаем вам здоровья и продолжаем нашу программу. Сейчас информация для всех, кто верит в гороскопы. Овны, сегодня трудитесь на совесть, ведь от этого в конечном итоге будет зависеть ваш доход. Но не тратьте силы понапрасну, оставайтесь реалистом, отметайте неосуществимые мечты и концентрируйтесь только на достиженных целях. Тельцы. День не подходит для новых начинаний. Лучше вообще перенести все новые дела на следующую неделю, а пока доделайте то, что отложено в дальний ящик. Близнецы. Сегодня вы испытаете трудности практически во всех сферах жизни, не оставляете без внимания дела, связанные с деньгами. Терпите. Раки. Ваша профессиональная репутация зависит не только от опыта, но и от умения ладить с окружающими. Данная рекомендация будет полезна и в личной жизни. Не забывайте, что брак – игра командная. Лев. Самое главное для вас сегодня – доверие. Общайтесь только с теми, кому полностью сможете открыть свою душу. Девы, не забывайте, что в этот день при попытке воевать в одиночку вас быстро затмят более агрессивные конкуренты. А по-настоящему вас продвинут друг или команда единомышленников. Ну а мы продолжаем. Мы сейчас поговорим и дадим слово малышам. Сегодня у них тема чисто женская. Интересно? Смотрите. «Быть высокой не с руки». «Зачем же маме каблуки?» Каблуки – это такие ножки, похожие на морковки. Их приклупят на заводе к туфлям. И мам становится красивой и высокей. Без каблуков мама ходит со мной гулять на спортзал. А с каблуками она ходит на работу гулять со мной. И ни разу с них не падала. Каблуки для мамы все равно, что корона для принцесс. Она их одевает и становится красавицей. Но только туфли надо подбирать к платью, сумочке или глазам. Вот, например, у моей мамы есть малиновые туфли. Они очень подходят к бледно-розовому платью. Она в этом наряде просто красотка. Каблуки продаются в магазинах. Их только мама покупает. А папа только на день рождения покупает. Мама открывает коробку, веселятся. И когда она их надевает, она ходит осторожно, как белочка. Каблуки маме нужны, чтобы быть красивой. Когда она их надевает, она становится высокой. И все хотят в нее влюбиться. Но ходить на них детям опасно. Потому что можно сломать ногу и будет гипс. Ну а мы продолжаем. И у нас в студии продолжает свою работу стилист-перикмахер Гульнара Гарипова. И она создает прически для выпускного вечера. Давайте посмотрим, что же получилось на этот раз. Да, доброе утро. Мы продолжаем говорить о женской красоте. И, Гульнара, ну расскажите, пожалуйста, что вы делаете сейчас? Сейчас мы будем собирать волосы на бочок. И у нас будет легкий, легкий также локон. Из локонов мы будем делать красивую прическу. То есть сначала нужно собирать в хвост, да? Да, сейчас мы собираем хвост. Для данного хвоста волос достаточно он густой. И поэтому берем резиночку, обычную канцелярскую резинку и две невидимки. Начинаем. Вокруг хвоста. О, какой интересный способ. Закрепляем. И обязательно мы его крест накрыть, для того, чтобы он у нас никуда не делся. Вот я не знала, что есть такой способ. То есть вы невидимками закрепляете резинку, получается? Так. И чуть-чуть буквально мы делаем объем. Смотрите-ка, объем получился сразу какой. Так, давайте покажем нашим телезрителям, как это смотрится. Так, вот. Ну, это же удивительно. А что нужно сделать, чтобы скрыть эту резиночку? Далее мы ее, конечно же, спрячем. У нас есть вот такой бублик. Как его называют? Так, бублик, валик, валик, да. Мы закрываем резинку. Такой валик, и он у нас половина прически, может сказать, уже готова. Потому что дали мы ему локон, и просто будем на него зацеплять. И все. Вот оно что. Давайте покажем, как это происходит. То есть его тоже нужно закрепить обязательно? Да, мы его закрепляем. Вы используете невидимки или шпильки тоже тут идут? Вообще, я свою рабочую всегда использую шпильки. Мне так удобнее. Так. Тут используют невидимки. Тут еще закрепили. И теперь уже, получается, локоны уже будут крепиться уже к верхней части, получается, да, прическе? Да. И когда именно модель, ну, допустим, когда сами себе делаете, желательно, конечно, начинать сзади, чтобы у нас сзади валик закрылся, потому что спереди мы видим... Обязательно нужно также обработать лаком. Да. И сейчас мы начинаем наши локоны. Также мы предварительно их слегка просто взрываем. Нам не нужен какой-то явный такой локон. И мы начинаем их цеплять. Так, хорошо. Цепляем так, чтобы у нас... Получается форма цветка, да? Да. Что-то напоминает цветок. Да, да. Интересно. И сразу фиксируем. Ну, а пока готовится очередная прическа, и осталось буквально немножечко уже до создания конечного итога такой прически, которую мы с вами увидим, у нас с вами на очереди очередной рецепт. И это будут восхитительные синабоны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо перемешиваем и оставляем на пару минут. Два яйца комнатной температуры миксером взбиваем в густую пену. В большой миске смешиваем два стакана муки и соль. Добавляем пять столовых ложек размягченного сливочного масла, взбитые яйца и половину стакана сахара с молоком и дрожжами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вымешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Перекладываем его в смазанную форму и оставляем примерно на час. За это время тесто должно увеличиться в объеме почти в два раза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше с тестом работаем на присыпанной мукой доске. Сначала раскатываем тесто в пласт толщиной в полсантиметра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смазываем всю поверхность пласта остывшим сливочным маслом и присыпаем смесью корицы и песка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратно скатываем пласт в рулет, нарезаем его на кусочки толщиной 3-4 сантиметра и выкладываем рулетики в смазанную маслом форму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке приблизительно 30 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для крема смешать сыр маскарпоне, сахарную пудру и ванильный сахар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крем намазать на горячие синабоны и можно подавать к столу. Приятного аппетита! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ну что, настало время посмотреть, что же в итоге получилось. Получилась красота неимоверная. Я вот тут подглядываю. Расскажите, пожалуйста, Гульнара, там уже сколько у нас еще осталось по времени до завершения этой прически? Буквально вот несколько вот таких штрихов. А на самом деле получается, что, в принципе, это не так сложно, а выглядит как какой-то шедевр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы нижний волос тоже будете прикреплять? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, обязательно. Я их просто сейчас завлачу. Буквально вот. Вот тут несколько штрихов, и все готово. Замечательно, очень красиво. Вот так вот легко и просто, можно сказать, буквально за 30 минут, хотя здесь мы сегодня в ускоренном режиме сделали. Давайте немножечко развернем нашу модель. Вот вправо. Да, вот покажем. Вот, пожалуйста, посмотрите, что у нас получилось. Очень красиво, очень романтично. И все это вы закрепляете лаком? Да. Прекрасно. Вот у нас вот тут такие шикарные лакомы. Давайте покажем. Так же. Вот такие у нас тут романтичные локоны. Вот тут уже полноценная прическа получилась. И все это можно сделать своими руками. Ну, это просто шедеврально, мне очень нравится. И я для себя даже открыла. Как можно закрепить резинку с помощью невидимок. Ну что ж, Гульнара, спасибо вам огромное. Спасибо нашим моделям за участие в нашей программе. Посмотрите, какую красоту создали своими руками. И вот за такие вот считанные, можно сказать, минуты. Что ж, спасибо вам огромное. Спасибо. Ну что ж, и в продолжение нашей программы прямо сейчас наших зрителей ожидают, что же предложат сегодня своим зрителям телеганал ТНВ. Ты куда, капитан? Сейчас. Че тут? Красивая. Поздравляю. Известного бизнесмена убивают на глазах свидетелей. В его доме обнаружен труп любовницы. В результате арестована жена погибшего, которая была замечена на месте преступления. Но все не так, как кажется на первый взгляд. Цезарь сегодня на ТНВ. 150 лет. Именно столько может работать сердце человека. Так почему же оно останавливается так рано? Что влияет на его здоровье? При каких симптомах визит к врачу не стоит откладывать ни на день? Об этом и не только сегодня в 14.45. Актер, мастер художественного слова, диктор. Его голос был знаком всему Советскому Союзу. А сам он стал символом эпохи. К 90-летию со дня рождения о нем вспоминают и рассказывают те, кто знал его лично. Айрат Арсланов, соотечественники. Сегодня в 21.00. Мы прервемся на рекламу. Она будет недолгой. А потом в нашей студии очередные утренние гости. Не пропустите. Доброе утро. И как, наверное, все заметят, сами заметили уже, что у нас в студии очередные гости. Это Стас Бакаев, поэт-композитор и Мадина Махмутова, дизайнер. У нас тут много гостей. Доброе утро. Очень рада вас видеть в нашей студии. Скоро подмосковный Сергей Пассат увидит мероприятие, аналогов которому пока еще не было. Мюзикл «Свимбике». Как это будет? Расскажите, пожалуйста. Идея родилась в 2014 году, после того, как я написал поэму «Свимбике». Это поэма об образе татарской царицы, красавицы. «Свимбике» – это женский образ татарской девушки. Поэтому у меня появилась такая задумка, и эта задумка реализуется впервые в городе, в Сербии, в Посаде, когда я совместил коллекцию Мадина и коллекцию Эльгиза Ханова и назвал ее «Единым проектом Сюмбике», подмосковный проект Сюмбике. Ой, прекрасно. Но мы просто не можем не поговорить об этих прекрасных куклах. Но я, конечно же, с блондинкой поближе. Расскажите, пожалуйста, о них. Ой, красота неимоверная. Что хотелось отметить, проанонсировать, что вообще в истории Республики Татарстан, не только Подмосковье, я создаю коллекцию всех этно-территориальных групп татар. Представленные костюмы – это коллекция кукол, одетых в национальные костюмы. И поэтому этот проект будет интересен под общим названием «Татарская красавица», потому что и Мишарочка, и Астраханская татарочка. В руках у ведущей фарфоровая кукла, одетая действительно в булгарский ханский костюм. А вот эта ханум у нас... А вот эта коллекция, их будет восемь кукол представлено. Ближе к вам – это Казанская татарка. Так. В середине – это Нижегородская Мишарка. Дальше представлено вот в таком вот костюме лаконичном и с элементами русской традиции, русского костюма. Это Касимовская татарка. Ну и в моих руках здесь расположился царский костюм Сиумбики. Поистине царский костюм. Великолепно, очень красиво. Дорогие друзья, я еще хочу добавить то, что Сергеев Посата в этом году – это туристический православный город, ходящий в Золотое кольцо России, подмосковный город. Он действительно принимает 18-й Сабантуй, который в этом году проходит уже 18-й раз под гидой региональной татарской национальной автономии Московской области. И действительно вот в точку попадания Мадина представляет все национальные коллекции – Нижнегородские, Псковские, Оренбургские, Самарские, Казанские. И это все образ Сиумбики. Это действительно женский образ грации и красоты. Вот хотелось бы к вам обратиться как раз и сказать в постановке прозвучат ваши стихи. Да, безусловно, прозвучат мои стихи в исполнении театра Гейтеса. Прочтите кусочек, пожалуйста. С удовольствием прочитаю, это впервые на студии. Любовь к родному очагу, любовь к отеческому дому. У человека на слуху всей жизни праведной основа. К своим корням душа стремится, она трепещет вновь и вновь. Над родиной летает птицей надежда, вера и любовь. Потомки продолжают жить. Пусть песня вдали унесется и никогда не оборвется. Веков связующая нить. Пусть летит сквозь века, словно птица в тоске. Золотая легенда Сиумбике. О, царица моя, лучезарен твой взгляд. Я спешу в свой полет танцевать, танцевать. Сердце в небо зовет, приглашает и ждет. Чтоб любовь расплескать, танцевать, танцевать. Крылья мне подари, о, царица любви. Чтоб с тобой летать, танцевать, танцевать. Ох, мурашки по телу. Скажите, пожалуйста, планируется ли премьера в Казани? Планируется премьера в Казани. Я бы очень хотел, чтобы из этой поэмы достаточно емкой, большой, получился целый мюзикл, где будут присутствовать такие персонали, как московский Иоанн Грозный, как взятие города Казани, как так называемая легенда Сиумбике, которая гласит о том, что Сиумбике даже пытались венчать на брак царю Иоанну Грозному, Иоанну IV. Но вот, тем не менее, построена была башня, как олицетворение, символ города Казани, той же самой женственности, грации, под названием Сиумбике. И, собственно говоря, последний исход – это полет Сиумбике. Я зачитаю конечный куплет. «И вот за последней, седьмой ступенью, откроется рай, и взлетит в небеса, прекрасной птицей сновидений по миру промчится золотая краса, и облаком нежным, и птицей гордой заглянет во все и во все уголки, чтоб каждый увидел, и каждый запомнил легенду царицы Сиумбике». Ох, вот я думаю, на этой ноте мы завершим нашу беседу. Хотелось бы с вами, конечно, говорить и говорить, но время нашей программы, увы, ограничено. Спасибо огромное, что посетили нашу студию, и творческих вам успехов, и спасибо за такую красоту. Спасибо вам, Раджа Казанина. Ну, а сейчас советы для наших женщин, как ухаживать за кожей летом. Ошибка номер один. Использование средств без СПФ-фактора. Солнцезащитный фактор должен содержаться в любых средствах, используемых днем, ведь именно он защищает кожный покров от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, сохраняя молодость. Летом выбирайте средства со степенью защиты от 20 СПФ. Ошибка номер два. Не носить солнцезащитные очки. Очки от солнца не только защищают нежную кожу вокруг глаз от вредного воздействия ОФ-лучей, но и предотвращают появление морщин из-за излишней мимики на солнце. Ошибка номер три. Слишком агрессивный пилинг. Летом стоит отказаться от агрессивного отшелушивания в пользу легкого скраба, который не затрагивает глубинные структурные слои кожи. В противном случае могут возникнуть высыпания и пигментация, от которых очень сложно будет избавиться. Ошибка номер четыре. Недостаточное очищение. Летом особенно важно тщательно очищать лицо. При этом советуем заменить гели для очищения на легкую пенку, а молочко на мицеллярную воду. Ошибка номер пять. Многослойный макияж. Старайтесь использовать минимальное количество декоративной косметики. Плотную тональную основу замените на легкий BB или CC крем. И помните про SPF-фактор. Ошибка номер шесть. Плотные текстуры. Использование средств с плотной текстурой может спровоцировать проблемы с кожей. Старайтесь использовать легкие текстуры. Замените питательный крем на увлажняющий. Ошибка номер семь. Удалять летом родинки и папилломы. Проводить любого рода операции на лице. Все подобные процедуры категорически не рекомендуется делать в жаркие месяцы. Это может спровоцировать не только косметические проблемы, но и серьезные заболевания. Ошибка номер восемь. Неправильный питьевой режим. Помните, что несоблюдение водного баланса неизбежно ведет к уведанию кожи. Старайтесь выпивать от полутора до двух литров воды в день. Ошибка номер девять. Использование средства с содержанием спирта. Спирто, содержащее средства и жара, вещи несовместимые. Помните об этом, отправляясь в магазин. Встречаем очередного гостя. Это Венера Абязова, заместитель главного редактора Татарского книжного издательства. Доброе утро. Очень рада вас видеть. С 31 мая по 3 июня книги татарского книжного издательства будут представлены в Москве на книжном фестивале «Красная площадь». Все верно? Да, действительно. Расскажите, пожалуйста, в этом подробнее. Да, уже в четвертый раз в самом сердце Москвы на Красной площади состоится грандиозное литературное событие книжный фестиваль «Красная площадь». И книги вновь займут огромное пространство от собора Василия Блаженова до исторического музея. За эти 4 дня свои программы, постановки покажут ведущие театры страны, ведущие музыкальные коллективы. И здесь же будет представлено издательство из более чем из 40 регионов Российской Федерации, в том числе Республик Татарстан, татарское книжное издательство. И знаете, что приятно, что каждый год наш стенд посещает книголюба из-за рубежа, из России, что мы видим интерес к татарской литературе. Также посещают почетные гости. Например, в 2015 году стенд издательства посетил президент России Владимир Владимирович Путин. И тогда мы ему вручили книгу, легендарное произведение Гудултукая Шурале, которая у нас была издана на 15 языках мира. Прекрасно. Интересно. Какие именно книги вы представите? На этот раз мы представим более 350 номинований книг, общим тиражом 1600 экземпляров. Вот представьте, такое огромное количество. Здесь будет представлена историческая литература, научно-популярная, известные наши авторы, молодые авторы. Ну и, конечно же, книги для наших юных читателей. Собственно, арсенал будет очень богат, и поэтому будем рады видеть всех наших книголюбов. Вот вы сказали, что вы уже не в первый раз принимаете участие в фестивале. А какие сюрпризы, новшества ожидают книголюбов? В этом году мы начнем свое участие с презентации. Вот у вас буквально тоже недавно было сказано о казанской красавице «Симбике», а мы представим там альбом, презентацию вот этому шикарному альбому «Симбике», где представлены художественные изображения как исторических, так и современных художников, посвященных казанской царице. Прекрасная книга. И здесь также очень много произведений, посвященных красавице, так что начнем с презентации. Но это еще не все. Наших гостей, помимо того, что будут встречать шикарные книги, будут встречать также небольшой сюрприз. Это мы будем угощать... Вкусный татарский сюрприз. Да, вкусный татарский сюрприз будем угощать чак-чаком. И неспроста. Вот буквально на днях, с полужару я вам принесла эту книгу в студию, у нас увидела свет такая шикарная книга «Секреты татарской кухни». Она наполнена самыми известными рецептами из нашей татарской кухни. И, собственно, вот как ее возьмешь в руки, так захочется пойти что-нибудь приготовить. Так что эту книгу мы тоже представим, и можно будет ее... Я думаю, для гурманов эта книга просто будет большим подарком. Да, уже даже сама обложка говорит нам о том, что, ну, что-то вкусное внутри таится. Да, действительно. А что еще ожидается? Ну, и, конечно же, ожидается хорошее, отличное настроение, ожидается то, что мы с удовольствием будем встречать каждого нашего книголюба и продемонстрируем самый богатый наш ассортимент. Спасибо большое за занимательную беседу, спасибо, что вы посетили нас, а мы продолжаем и сейчас обзор интересных событий, происходящих в нашем городе вместе с Камилой Хакимульной. С вами я, Камила Хакимулина. Начинаем новую неделю с рассказа об интересных мероприятиях, которые просто невозможно пропустить. Внимание к сюжетам! Бесплатный концерт Тины Кузнецовой. Певица выступит сегодня на празднике Духа в день в Суконной Слободе со своим уникальным проектом «Звента Свинтана». Ее проекты, в основе которых лежит русский фольклор, всегда яркое событие в современном российском музыкальном пространстве. Концерт Казанского камерного оркестра «Ля Примавера». 60 – это только цифры. Свой предюбилейный сезон «Ля Примавера» закроет бенефисным концертом народного артиста Татарстана, преподавателя Казанской консерватории Николая Лаптева, который готовится отпраздновать 60-летний юбилей. Разнообразный получается вечер, не правда ли, но движемся далее. Взлетел петух на плетень. Действие происходит в 70-х годах в типичной татарской деревне. Зрители увидят историю о противостоянии соседей, когда-то смешную, а когда-то непреодолимо грустную. Им точно будет над чем подумать. В прогулке на речном трамвайчике по Казанке организаторы предлагают отойти от городской суеты и рассмотреть достопримечательности столицы Татарстана с нового ракурса. Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи! А сейчас продолжение астропрогноза. Весы! Не планируйте сегодня вечернее развлечение. Энергии не так уж много, поберегите ее. Это подходящее время для выплаты долгов. В этот день скорпионам придется поставить во главу угла интересы работы. Недоромантики и досуга вам сегодня. Терпите, завтра будет новый день. Стрелец! Экономьте на излишествах, но не отказывайте себе в необходимом. Если вы развиваете собственный бизнес, можно смело нанимать работников и оплачивать в покупку всего необходимого. Козероги, сегодня бросайте все и отправляйтесь гулять. Да, в понедельник, потому что толку от вашей бурной деятельности точно не будет. Так почему бы не отдохнуть? Почему бы нет? Водолеи, сегодня вам непременно повезет, причем будет вести во всем, за что бы вы ни взялись. Также возможно получение подарка. В любом случае вы не останетесь без внимания фортуны. Рыбам, пребывающим в ссоре с близкими, звезды настоятельно советуют сделать попытки примирения. Но в остальном, самый обычный день у вас. И это тоже неплохо. Наша программа на этом завершается, и это все, что мы успели вам рассказать сегодня. А что увидите вы завтра, покажем прямо сейчас. Без рецепта, что такое планка и как ее выполнять? Приятного аппетита! Готовим быстро и просто! Советы юриста. Знание прав поможет выйти из самой безвыходной ситуации. Это все на сегодня, и рабочую неделю мы с вами начали вместе, я думаю, так же мы с вами ее динамично и ярко проведем. Сегодня с вами были Рустем Кремулин и Ассоль Мухамедзянова. Отличного дня и прекрасного начала новой рабочей недели. До встречи, мы вас любим! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!